МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Сроки сдвигаются. Карантин по бешенству в ноябрьске продлен еще на две недели. В чем причина? Профилактика прежде всего. Что делать для того, чтобы уберечь детей от менингита? И будьте внимательны, стихийная торговля началась, однако у специалистов проверять ее на качество нет возможности. 60 дней назад впервые в истории ноябрьска был объявлен карантин по бешенству. И если за это время не регистрируется новое случай заболевания вирусом, карантин снимается. Однако в ноябрьске этот срок сдвинется, как минимум на две недели. Собаку, у которой был обнаружен вирус, успела покусать и других домашних животных, которые жили с ней в одном доме. Так что точка отчета сдвинулась на то время, которое понадобилось специалистам, чтобы прояснить ситуацию и, что называется, взять ее под контроль. Напомню, во время действия карантина ветеринарные врачи делали подворный обход и ставили прививки от бешенства всем домашним питомцам. Кроме того, вывоз животных из ноябрьска, а также ввоз в город без справки о такой прививке запрещен. В ноябрьске менингита нет, а вот в России, по данным Министерства здравоохранения, случаи заболевания энтеровирусной инфекцией, в том числе и сирозным вирусным менингитом, еще регистрируются. Вспышка инфекции была в Ростовской и Липецкой областях, заболевания выявлены в Москве и даже в соседнем Сургуте. И хоть в нашем округе за 6 месяцев этого года ни одного случая энтеровирусной инфекции не зарегистрировано, расслабляться рано. Подробности у Ольги Поповой. Сирозный вирусный менингит, который сейчас гуляет по стране, наиболее типичная и тяжелая форма энтеровирусной инфекции. Заболеть им можно в любом возрасте, но чаще всего в 80% случаев страдают дети. Вакцин от него нет, а из методов профилактики только соблюдение правил личной гигиены, а также питьевого и пищевого режимов. Передается менингит воздушно-капельным путем и контактно-бытовым. Через грязные руки, фрукты и овощи. Подхватить его можно также, купаясь в водоеме. Врага надо знать в лицо, вот и с симптомами вирусного менингита для своего же блага желательно ознакомиться заранее. Клинически это заболевание начинается остро, с резкого подъема температуры до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль и головокружение, тошнота и рвота. Иногда менингит сопровождают боли верхних дыхательных путей в животе и спине. Поэтому в случае первых признаков лучше сразу к врачу. Пусть болячка окажется банальной ОРВИ, чем поздно обнаруженный менингитом. От него хоть и редко умирают, зато последствия при него временачатом лечении могут быть крайне тяжелыми. Это глухота, слепота, эпилепсия, проблемы с умственным развитием у детей. А вот основные факторы, способствующие формированию очага антеровирусной инфекции. Переуплотнение детских коллективов, несублюдение норм площади в спальных помещениях, нарушение требований по режиму уборки и проветривания, неудовлетворительное содержание пищеблока и групповых комнат, нарушение технологии приготовления пищи и правил мытья столовой посуды, отсутствие своевременного выявления изоляции заболевших детей. В бактериологической лаборатории города Ноябрьска проводится лабораторная диагностика бактериального менингита. Материалом для исследования является спинномозговая жидкость, носоглоточная слизь, кровь. В Ноябрьске всевозможные превентивные меры приняты. С медицинскими работниками ЦГБ проведены семинары на тему менингитов. А также в учреждении создан запас лекарств для лечения больных. Но расслабляться, как говорят сами, врачи не стоит. Скоро первые отпускники начнут возвращаться в Ноябрьск. А значит, могут привести в город и болезни. Ольга Попова, Александр Иванов, новости нашего города. К слову, лечение серьезных заболеваний иногда обходится в сотни тысяч и даже миллионов рублей. Найти эти деньги простой семье, где ребенку, к примеру, с диагнозом ДЦП срочно нужна операция, бывает невероятно сложно. Этим ценнее становится вовремя оказанная финансовая помощь. Как раз сейчас депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития компании «Газпромнефть» Сергей Белкей добился того, чтобы маленькому жителю Ноябрьска из депутатского фонда были выделены деньги на дорогостоящие лечения в московской клинике. На сегодняшний момент тоже было принято решение. Мы изыскали возможность по финансированию лечения одного из маленьких жителей Ноябрьска. Сейчас, в ближайшее время, он будет направлен в Москву на лечение и на операцию. Поэтому эта тема тоже, она животрепещущая, она как бы всегда есть, была и будет. Еще раз говорю, если бы можно было, по-моему, всем это было бы классно, это было бы великолепно. Кстати, в России должен появиться закон об охране здоровья детей. О необходимости его появления говорили на Всероссийском съезде педиатров страны. Дело в том, что существующий нынче об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации не в полной мере отражает насущные вопросы развития детского здравоохранения, пишет сегодня российская газета. Тем не менее, статистика говорит, что за последние 20 лет удалось более чем в два раза сократить младенческую смертность и в 1,7 раза смертность детскую. Существенно увеличилось финансирование сферы здравоохранения в целом в 10 раз за 10 лет. При этом доля расходов непосредственно на детское здоровье только за три года возросла с 25 до 30%. Но вместе с тем негативные тенденции в том, что касается показателей здоровья подрастающего поколения, пока переломить не удается. Проект нового закона уже готовит рабочая группа. Фонд общественного мнения «Медиа» выяснил, от чего зависит состояние здоровья человека. Так вот, 58% опрошенных уверены, что в первую очередь от самого человека и от его заботы о себе. 37% респондентов считают, что все дело в качестве медицинских услуг. Окружающая среда на здоровье человека влияет, по мнению 35% россиян. Еще 32% грешат на наследственность и природу. Досматривать в аэропортах будут по-новому. Правительство намерено прописать правила досмотра службами авиационной безопасности. На входе в аэропорт пассажиров будут встречать частные структуры службы авиационной безопасности. Они могут досматривать человека, проверять его документы и билеты, а если надо, то и прощупывать специальными вопросами. В случае, если охрана заметит в поведении человека нервозность, обеспокоенность и суетливость, он будет проходить психологический опрос для определения степени его потенциальной опасности. Если сотрудники авиационной безопасности сочтут поведение человека крайне подозрительным, то отправят его на личный досмотр. Правда, обыск будет проводить уже полиция. Аэропортовская же охрана может обыскивать только вещи пассажира. «Газпромнефть» совершенствует технологии добычи нефти. На Вангопоровском месторождении введена в эксплуатацию горизонтальная скважина, на которой впервые был проведен восьмистадийный гидроразрыв пласта. До сих пор количество гидроразрывов, осуществляемых компанией в одном горизонтальном стволе не превышало 6-7 стадий. Глубина новой скважины составит 4400 метров, длина горизонтального участка около 1000 метров. Полученный дебет 75 тонн нефти в сутки. Мы постоянно развиваем опыт применения новых технологий и тиражируем его в рамках своих проектов. В прошлом году максимальная длина горизонтального ствола наших скважин составляла 800 метров, а количество МГРП увеличилось с 3 до 6 стадий. Сейчас протяженность горизонтальных стволов уже достигает 1000 метров, а количество МГРП мы планируем довести в этом году до 9-10 стадий. Значительно расширена и география использования технологии МГРП при разработке крупных месторождений Газпромнефти. Если в прошлом году она применялась на трех месторождениях, то в этом уже на семи. Отметил первый заместитель генерального директора Газпромнефти Вадим Яковлев. Министерство труда и соцзащиты России предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда, сообщает РИА Новости. С 1 января 2014 года он может составить 5,5 тысяч, прирост составит 350 рублей. Таким образом, Министерство труда и соцзащиты планирует к 2018 году довести мрот до величины прожиточного минимума. Напомню, что с 1 июня 2011 года минимальный размер оплаты труда в нашей стране не индексировался полтора года. С 1 января 2013 года он вырос с 4600 до 5200 рублей. С наступлением лета в Ноябрьске, как обычно, развернулась стихийная торговля. И если, покупая съестное в магазине или на рынке, вы можете быть уверены в том, что товар предварительно проверен специалистами, то в случае с торговлей стихийной таких гарантий никто не дает. Да и то, что задача многих уличных торговцев это прибыль любой ценой, ни для кого не секрет. К слову, об этом накануне говорили на аппаратном совещании в администрации города. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Ноябрьску Юрий Полищук отметил, что сейчас у его ведомства просто связаны руки. По закону проводить проверки надзорные органы могут только раз в три года. Или же по заявлению граждан. Единственное, вот я говорю, вот, как говорится, шанс, с которым мы можем выехать или, вот, это только по заявлению граждан и граждан города. И мы неоднократно и обращаемся, и через средства массовой информации о том, что, уважаемые, если есть какие-то определенные нарушения, будьте добры, номер телефона такой-то, обращайтесь. 17 июля с 10 до 12 часов в здании администрации города прием по личным вопросам проведет председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Записаться на прием можно уже сейчас по телефону 32 47 51. В России за полгода на 3% снизилось количество лесных пожаров. Такие данные на встрече с президентом озвучил глава МЧС Владимир Пучков. Сейчас на территории ряда субъектов остановилась сухая и жаркая погода, поэтому готовность к ликвидации возможных пожаров и их последствий необходимо поддерживать, цитирует глава государства Тартас. Благо силы и средства для этого у ведомства есть. Под руководством Национального центра по управлению в кризисных ситуациях работает крупная спасательная группировка, в распоряжении которой находятся более 900 тысяч человек и свыше 120 тысяч единиц специальной техники. Глава МЧС отметил, что ведомство работает в тесном контакте с руководством регионов. Что касается Ноябрьска, то в нашем регионе, причем в опасной близости от черты города, был зафиксирован только один пожар в лесном массиве. Он вспыхнул в районе поселка Железнодорожников. Причина – неосторожное обращение с огнем. Стихия уничтожила гектар леса. Ущерб составил чуть больше тысячи рублей, но это без учета расходов на тушение пожара. Сейчас по данному факту ведется проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Если виновного установят, ему придется не только компенсировать все расходы, но и заплатить штраф. Ну и последнее. Депутаты Госдумы предлагают перенести День России с 12 июня на другую, более памятную для страны дату. Об этом сегодня пишет газета «Известия». Правда, пока не удалось договориться, на какую конкретно дату перенести праздник. Одни считают, что День России нужно отмечать 28 июля, в День Крещения Руси. Другие же настаивают, что его справедливо перенести на 21 сентября, день основания российской государственности. Чтобы разрешить спор, представители Нижней Палаты Парламента решили обратиться к экспертам и рядовым россиянам. На сбор мнений о законодательной инициативе у депутатов будет чуть меньше двух месяцев. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 11 июля в Сталикарде дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду. Температура плюс 19 градусов. В Муравленко облачный. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура 19 градусов тепла. В Ноябрьске переменная облачность. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура плюс 19 градусов.